Добрый вечер, уважаемые телезрители! Телефир телеканала «Исток» продолжает выпуск новостей Ленёва. Смотрите сегодня. Ленёвская медицина. Итоги года прошлого и планы на будущее. Местное общество инвалидов организовало первые соревнования на воде. Педагоги из Китимского района приняли участие в очередном этапе спартакиады коллективов образовательных учреждений, а пожилые спортсмены поучаствовали в зимней спартакиаде пенсионеров из Китимского района. Ленёвская больница, подводя итоги деятельности за прошедший год, отмечает большой объём проделанной работы. Для любого лечебного учреждения каждый год он всё равно достаточно серьёзный, достаточно сложный. Сказать, что 15-й был сложнее или труднее невозможно, потому что, я говорю, в каждом году какие-то свои этапы, какие-то свои вехи, которые преодолевают любое лечебное учреждение. В 2016 году мы столкнулись с тем, что был большой кадровый дефицит, вот именно врачебный кадровый дефицит. Очень много было жалоб и нареканий со стороны пациентов, что не можем попасть на приём, что очередь занимаем в 6 утра, стоим на крыльце. Очень много было жалоб и нареканий со стоматологией, что вот именно не можем попасть к стоматологам. И что нового у нас произошло за 2016 год? В течение 2016 года мы приняли на работу 10 врачей, в том числе 2 стоматолога. Поэтому теперь у нас стоматологов в стоматологическом отделении работает 7. Проблем с тем, чтобы попасть к стоматологу взрослому населению, теперь нет никаких. Талоны свободные остаются даже в регистратуре. Некая проблема ещё возникает с детской стоматологией. Но она всё равно маленько пока ещё чисто техническая, потому что, во-первых, с ребёнком не так, как со взрослым работать, не распишешь талон на 15-20 минут, потому что стоматолог может и уговаривать ребёнка, и приём может затянуться. Вот в этом плане. Поэтому некая проблема ещё именно с детской стоматологией существует. А вот я, как уже сказала, во взрослой талоны свободные, и проблем сейчас попасть никаких нет. Наличие узких специалистов для любого лечебного учреждения – огромный плюс. До недавнего времени ленёвские пациенты, чтобы получить консультацию специалиста и соответствующее лечение, вынуждены были ехать в Искитимскую больницу. В настоящее время эта надобность постепенно отпадает. В штат ленёвской больницы принят лор, психиатр и врач-инфекционист. В Ленёво мы начинаем снова новый виток в 2017 году. Это у нас будет полностью осуществлён набор, начиная от всех профосмотров, осмотр на оружие и медосмотр на вождение. То есть вот этого не было давно в Ленёво, люди были вынуждены ездить в Искитим. Поэтому вот это у нас ещё. Вообще принято на работу, как я сказала, много докторов, в том числе принято доктора и педиатр, который работает и в детском отделении, заведующий отделением, и в поликлинике на приём, и в Листвянку она ездит, осматривает ребятишек. Принят доктор-терапевт, который у нас сейчас работает в терапевтическом отделении, новый доктор, заведующий отделением, вот, Рогова Светлана Юрьевна. Принят у нас доктор-невролог, который сидит теперь уже на детском неврологическом приёме. Если раньше у нас приезжал невролог только по субботам, потом невролог работал два раза в неделю, сейчас у нас невролог работает каждый день, и такого ажиотажа и очереди к детскому неврологу просто не существует. И еще у нас планы на детского невролога, то есть в мае месяц, не в мае месяце, а в феврале она уезжает на учебу по УЗИ, и теперь нейросонографию, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ брюшной полости, новорожденном, все будет делать она. То есть теперь и даже вот за этим искитим не надо будет ехать или делать это платно, как делали многие мамочки. Теперь это все будет делаться в Ленево. Ни одно из подразделений Леневской районной больницы ее главврач старается не упустить из виду. Отмечает, что важным моментом прошлого года стало поступление в отделение скорой помощи новой хорошо оборудованной машины. В 2017 году ждут еще одну. Оказание медпомощи на местах и еще одно очень важное направление деятельности больницы. Сделали мы большую работу по ремонту, по ремонту керамкомбината, где прошла полностью замена, поставлены все пластиковые окна в керамкомбинате со старых деревянных, да, и сделана теплотрасса в керамкомбинате. Хотя вот говорим, такие капитальные ремонты, как ремонт теплотрассы, они, конечно, трудоемкие, да, они более затратные экономически. Но, может быть, для обычного пациента они не видны, потому что, конечно, пациенту виднее какая-то косметика, да, когда он зашел и увидел. Но, тем не менее, капитальные ремонты для любого здания, они более важны, более нужны, потому что это само слово говорит о том, что это капитально, это надолго, да. Вот. Сделали очень много ремонта в самой больнице, в стационаре по предписаниям, то есть сделали в детском отделении буфет, так, как положено, чтобы он был, чтобы потоки детей и блюд не перемешивались, вот, не мешались, скажем так. Сделали процедурный кабинет в терапевтическом отделении, сделали много косметических ремонтов вот именно по палатам стационара, то есть все равно пребывание пациентов, оно стало более комфортное и более удобное. К серьезным новшествам можно отнести сделанный в стационаре лифт. Это материалозатратное и трудоемкое чудо соответствует всем современным техническим нормам и требованиям. Стационару он нужен был давно, тем более, что в планах у администрации больницы его расширение. В Ленево планируется открытие палеотивного отделения на 20 коек. Что такое открытие палеотивного отделения? Очень много больных, то есть оно будет обслуживать все Искитимское население, Искитимское население, Искитимского района. Значит, это когда население у нас с тяжелыми соматическими заболеваниями, да, которые, как бы, вот, прогрессируют. И понятно, что какого-то, больше люди требуют постоянного ухода, да, то есть вот болезнь прогрессирует и какого-то метода лечения оборвать эту болезнь. Или еще как-то возрастные пациенты. Это уже, как бы сказать, требует больше ухода, скажем так, за пациентом, да, комфортного какого-то пребывания и получения медикаментов вовремя. Например, это пациенты, перенесшие тяжелый инсульт, которые лежачие, у которых пролежние, у которых много осложнений. Понятно, что госпитализация в какое-то отделение профильное, они уже не подлежат, потому что, ну вот уже по факту инсульт случился, вот уже это последствия, да. Но пациент же все равно нуждается в каком-то уходе, человеческом отношении, получении дальнейшего лечения. Вот для того это отделение и создано. То есть будет для этого отделения полностью сделан новый ремонт, новая противопожарная система безопасности, совершенно новое оборудование по уходу, удобное для пациентов, где будут специально-функциональные койки. Ну вот как раз для обслуживания вот таких тяжелых пациентов. Помещение второго этажа, где было раньше неврологическое отделение. А неврология у нас уже получается, отделение-то сокращено, неврологические больные с инсультом у нас поступают напрямую или в ПСО города Берска, или в Искитим в неврологию. Вот. А у нас осталось только терапевтическое отделение. Поэтому, чтобы территория не пустовала, скажем так, а использовалась функционально более значимо, да, чтобы люди все-таки получали эту помощь, будет открыто новое палеотивное отделение, для которого вот как раз и нужен вот такой новый красивый хороший лифт. Хотя он нужный для отделения гинекологии, который на третьем этаже, потому что больные тоже разные поступают. С большими надеждами наши медики смотрят в будущее. Им очень хочется, чтобы медперсоналу было удобно и спокойно работать, а пациентам комфортно и качественно лечиться. Для этого предпринимаются все возможные шаги. Мы ожидаем прием двух докторов, которые у нас заканчивают в этом году медакадемию, которые местные, которые должны приехать к нам. Также планируется у нас ремонт теплотрассы. Ремонт теплотрассы вот самой Лениевской районной больницы. То есть здесь теплотрасса очень старая, которая уже давно-давно не ремонтировалась и нуждается, конечно, вот в ремонте. Причем в ремонте капитальном. Это тоже очень затратно, очень большие средства будут вложены. Но тем не менее, как я говорю, любой капитальный ремонт, само слово говорит, что это работа на перспективу. Планируется также, как мы знаем, что с ноября 2016 года, после того, как прошло выездное заседание губернатора, и есть планы по развитию моногорода Ленева. Если есть такие планы по развитию моногорода, то, соответственно, для моногорода требуется развитие и поликлиники, и больницы, и ФАПов прилежащих. То есть медицинское обслуживание тоже полностью будет меняться и трансформироваться под этот моногород. Так вот, по плану моногорода в самой поликлинике у нас тоже планируются, скажем так, грандиозные перемены. Во-первых, это будет ремонт входных групп поликлиники, то есть планируется отремонтировать крыльцо, крыльцо сделать не просто под навесом, а как бы утепленное, с дверями, чтобы вот, если пациенты заходят, и коляски были более-менее закрыты, и вот комфортное, доступное пребывание вот в самом крыльце, да, то есть тоже будет сделано все для доступа инвалидов. То есть крыльцо будет оборудовано по всем современным параметрам, да, которое будет радовать своих пациентов, пациенты будут радоваться, когда будут заходить на это крыльцо. Это вот как театр начинается с вешалки, поликлиника начинается с крыльца. Планируются у нас, конечно, и перемены в регистратуре, хотя вот в 2016 году я не сказала, мы в регистратуре поставили камеры для того, чтобы, во-первых, как-то стабилизировать и работу регистратора, в первую очередь, но и чтобы пациенты тоже понимали, что их снимают на камеру. И как только камеры установили, скажем так, половина жалоб на регистратуру прошла. Почему? Потому что человек понимает, что когда он швыряет документы в окно, то его тоже снимают на камеру, и жалоба после этого невозможна. Хотя вот сколько у нас было, что жалуются, начинаем прокручивать, приглашаем пациента, показываем съемку, и вопрос с жалобой, соответственно, он исчезает. То есть мы понимаем, что как та сторона может накрутить, так и другая где-то спровоцироваться, не сдержаться и ответить как-то. Хотя мы с этим, я говорю, что боремся. Модернизации подвергнутся и залы ожидания поликлиники, после чего они станут более комфортными для пациентов, ожидающих приема врача. Планируется замена мест для сидения на более удобные. Установка в коридорах, кулеров с водой, одинаково актуальных в любое время года. Планируется на входе в поликлинику поставить бесплатные машинки по выдаче бахил, чтобы можно было человеку одеть эти бахилы бесплатно, подниматься. Во-первых, будет чистота, порядок и комфорт. Значит, планируется сделать электронное табло, которые будут более удобны и понятны для пациентов, где будут графики работы врачей, время работы врачей. Но уже сама система записи к доктору в поликлинике, она все равно уже отработана и более удобная. То есть можно записаться через единую регистратуру, можно прийти в регистратуру, можно записаться через интернет. То есть некая доступность уже, она все равно, если несколько, как мы говорим, разветвлений и возможностей записаться есть, у пациента больше возможностей на самом деле записаться, даже не выходя из дома. И тем не менее, очереди меньше не становятся ни возле регистратуры, ни возле кабинетов. Особенно заметно это становится в периоды обострения сезонных заболеваний. Несмотря на то, что штат докторов в больнице заметно пополнился, необходимость во врачах по-прежнему остается. По программе Моногород был запрос, сколько еще врачей вам необходимо для того, чтобы полноценно работать в этой программе Моногород. Нужен акушер-гинеколог, еще нужны участковые терапевты, потому что укомплектованность участковыми терапевтами именно на 70%. То есть больше мы сейчас нуждаемся в докторах первичного звена, которые, скажем так, сидят в поликлинике на приеме. Это действительно первое звено, которое встречает пациента и решает, куда ему идти, как ему лечиться дальше. Вот в этом плане да. Но еще хотела сказать, что как любой кадровый вопрос, для того, чтобы нам больше привлекать докторов, да, и средний медперсонал в том числе, конечно, встает проблема со служебным жильем. Вот это настолько большая проблема, потому что где доктору жить? То есть все равно это проблема, которая как-то должна решаться. Понятно, что это проблема больше административного характера, не главного врача, да, то есть тут работа больше администрации. Но все равно мы стараемся эту проблему как-то решать, потому что, допустим, Яков Яковлевич Ландайс написал, что с 2013 по 2016 год предоставлено 9 служебных квартир. То есть вот за 3 года 9 служебных квартир предоставлено. Но я говорю, что за 2016 год мы уже приняли 10 и еще ожидаем дальше поступления кадров. То есть, конечно, вот этот вопрос со служебным жильем, он должен продолжать решаться, но, наверное, в тех же самых темпах, если еще не сказать больше. Вот только тогда, конечно, будет жилье, поедут доктора, и, конечно, будет улучшаться работа лечебного учреждения. Подводя итоги деятельности за прошедший год, нельзя обойтись без анализа заболеваемости населения. Уже который год подряд на первом месте по количеству летальности и заболеваемости остаются болезни сердечно-сосудистой системы. Понятно, что основная причина, это, наверное, может быть, как бы сказать, и неготовность населения понять, что заболевания сердечно-сосудистой системы – это те заболевания, которые требуют не то что постоянного и длительного, а практически пожизненного получения какой-то терапии. Но в большинстве своем это гипотензивные препараты, да, потому что сердечно-сосудистые заболевания – это все равно на первом месте гипертоническая болезнь, потом ИБС, потом инсульты разные. Поэтому постоянный прием гипотензивных препаратов, иногда вот смотришь на пациентов, люди как-то или не готовы это осознать и понять, что теперь вот если поставили гипертоническую болезнь, то всю оставшуюся жизнь я должен принимать гипотензивные препараты. Так же, как мы говорим, больные с сахарным диабетом. Вот поставили сахарный диабет, в течение всей жизни они будут принимать некие препараты, может быть, сначала это будут таблетки, потом инсулины, но все равно это будут препараты, которые человек будет в течение всей жизни принимать, которые будут снижать его уровень сахара. Так и здесь. Препараты, которые будут в течение всей жизни снижать и контролировать давление. Люди, конечно, у нас не готовы на такой прием препаратов. Или принимают нерегулярно, или забывают принимать, или экономят с учетом какой-то нашей тяжелой экономической, финансовой ситуации. Я вообще в стране говорю, да? Вот. Поэтому вот и высокий риск. Как только мы станем понимать, что прием препаратов пожизненный, и за давлением надо следить, потому что, как у нас все называют, гипертоническая болезнь – это тихий убийца, потому что инфаркты, инсульты – это все осложнения гипертонической болезни. Если цифры давления будут хорошие, не будет ни инфарктов, ни инсультов, ни осложнений гипертонической болезни. По-прежнему высоким остается показатель, регистрирующий заболевания онкологией. Причины возникновения онкологии тут дискутировать очень сложно. Понятно, если сказать, в общем, это экологическая ситуация. Я вот не беру даже конкретно, там, допустим, РП Ленева какое-то, чтобы как-то что-то не обострять. А вообще, в общем, причина, да, для возникновения онкологии – это, конечно, проблемы экологии. Вот. Но с онкологическим. Что касается онкобольных, да, у нас тоже на приеме сидит врач-хирург-онколог. Тоже мы приняли еще одного хирурга. То есть теперь у нас на приеме в поликлинике два хирурга сидят, один из которых онколог. Поэтому тоже доступность вот именно хирургической помощи и помощи онкобольным, конечно, она стала более доступна. Вот. Но все остальные мероприятия по онкоработе, ну, это, конечно, вот все, что выстроено докторами. Как пациенты приходят, начиная от работы участкового терапевта, да, когда он должен выявить видимые, да, формы опухоли, то есть то, что видно и обнаруживается, и вовремя направить, да. Также вот на раннее выявление онкозапущенности у нас направлена и диспансеризация, и профосмотры разные, и на самом деле и выявляется на диспансеризации, на профосмотрах. Пользуясь возможностью своим выступлением, как главный врач, обращаясь к населению РП Ленёва и к прикреплённому населению, которое мы обслуживаем, хотелось бы, чтобы люди, те, которые подлежат диспансеризации, активнее приходили именно на диспансеризацию, обращались к своим участковым терапевтам, к фельдшерам ФАПов, и всё-таки её проходили, потому что на самом деле очень много патологий выявляется при диспансеризации. Это та же самая впервые выявленная гипертоническая болезнь, повышение уровня давления. Это тот же самый сахарный диабет впервые выявленный, и в том числе такое же грозное заболевание, как онкология. Впервые выявленная. Поэтому приходите на диспансеризацию, мы вас ждём, и рады будем вас обследовать. Гнёвское общество инвалидов на этой неделе организовало спортивное мероприятие на воде. Местом проведения стал бассейн в спорткомплексе «Риф». С гимна Российской Федерации стартовали первые соревнования на воде среди людей с ограниченными возможностями здоровья, организованные Ленинговским обществом инвалидов. Соревнования на воде. Немножечко шутливые, немножечко весёлые, потому что, ну, скучно просто плавать туда и обратно. Мы же не спецмены, которые постоянно занимаются такими вещами. Вот решили сделать такие весёлые старты, которые будут стартовать в этой воде от начала и до конца. Довольные участники, довольные организаторы. Смелая задумка успешно воплотилась в жизнь благодаря активности людей с ограниченными возможностями, энтузиазму правления общества инвалидов и шагам навстречу принимающей стороны. Если бы не администрация «Рифа», мы бы здесь не смогли ничего сделать, потому что нам предоставили возможность бесплатно побывать здесь, провести три дорожки. Помогли и обраудованием, и людьми, волонтёрами. И пришли спортсмены, которые с секундомерами пришли, и школой помогли. Ну, в общем, как говорится, с миру понятки мы набрали вот этот вот праздник, решили. Ну, надеемся, что всё пройдёт хорошо и весело, потому что у нас люди разного возраста. Мы не стали ограничивать ни по возможностям, ни по возрастам. Просто те, кто хотел, те принимают либо участие в воде, либо болеют, либо помогают просто. Первые соревнования и уже вышли за рамки статуса поселковых. По состязации друг с другом собрались три команды. Это представители самого общества инвалидов, сборная команда комплексного центра социального обслуживания населения Вера из Китимского района и команда-представительница станции Евсина. Хорошо, что у нас есть в Ленео такой замечательный бассейн. Мы хотели бы лучше поблагодарить собственника этого бассейна за то, что предоставила нам возможность провести соревнования. И, конечно, хочу поблагодарить имени администрации с Китимского района организаторов, нашу общественную организацию инвалидов с рабочего поселка Ленео. Хотелось бы пожелать всем участников победы, поскольку победителями у нас всегда являются все, поскольку это победа прежде всего над собой. И я хочу, чтобы вы сегодня были в хорошем настроении, подлинными, энергичными, чтобы все эти соревнования вам наставили удовольствие, радость, ну и желание заниматься в этом бассейне и ходить сюда, потому что наша самая главная задача – привлечь к массовому сроку все население из Китимского района. Так будем так, успехов всех и победы! В состав каждой команды входило по четыре человека. Остальные пришедшие выступили в роли болельщиков и зрителей. Хоть старты и названы веселыми, их участники отнеслись к прохождению этапов со всей серьезностью. Не хотелось подвести свою команду. Однако главной целью встречи организаторы ставили совсем не соревновательную часть. Занятия на воде очень благотворно влияют на здоровье. Возможно, подобные мероприятия станут традицией. Этому бы обрадовались все. Не так часто, как хотелось бы, удается встретиться вот так всем вместе и весело и с пользой провести время. С подарками для участников соревнований помогла поселковая администрация. Памятные призы были вручены каждому. Индивидуальные медали и грамоты получили лучшие спортсмены. На первом месте среди них оказались Лилия Александровна Рубцова и Андрей Степанович Федорченко. Лучший общекомандный результат показала команда Комплексного центра социального обслуживания «Население Вера», за что и получила главный приз соревнования – кубок. Остальные две команды поделили второе место, набрав одинаковое количество баллов. 4 февраля на лыжной базе рабочего поселка Ленёва прошел очередной этап спартакиады коллективов образовательных учреждений из Китимского района – соревнования по лыжным гонкам. Лыжные гонки стали вторым этапом спартакиады педагогических коллективов из Китимского района. За плечами уже состязания по настольному теннису, а впереди на весенних каникулах педагоги будут сражаться в шахматной и шашечной баталиях. Дальше их ждут волейбол, летняя сдача норм ГТО и завершающий этап спартакиады, который состоится уже ближе к концу года – в ноябре. Ну а пока самые спортивные представители своих образовательных учреждений съехались на лыжню. Организаторы соревнований остались довольны тем фактом, что участие в лыжных гонках приняло 15 команд – это порядка 120 человек. Отмечается также возросшая активность команд детских садов района. В этом году педагоги впервые бежали дистанции, соответствующие нормативам ГТО, и справиться с ними у всех получилось по-разному. Задачу очень усложняли сильный ветер и снег, но, несмотря на ужасные погодные условия, лыжники проявили стойкость, не только не сойдя с дистанции, но и стараясь улучшить свой результат. Победителями в личном зачёте стали до 30 лет Анатолий Жуков – гимназия, и Ольга Запивалова – детский сад посёлка Листвянский. До 40 лет Андрей Балашов – профессиональное училище 76 и Светлана Фунг – детский сад Огонёк. До 50 лет Александр Захаров и Татьяна Захарова из Улыбина. В категории 50 лет и старше – Александр Баев – детский сад посёлка Керамкомбинат и Галина Рогова из Лебедёвки. По общекомандным итогам соревнований в лыжных гонках первое место заняли педагоги из Лебедёвской школы и профессионального училища 76. Серебряными призёрами стали команды из Улыбинской школы и детского сада Теремок, посёлка Керамкомбинат. Бронзу забрали бурмистровские учителя и педагоги Ленёвского детского сада Огонёк. Ленёвские пенсионеры в очередной раз защитили честь посёлка на спортивных состязаниях. В нелёгкой борьбе они вырвали победу на спартакиаде пенсионеров Искитимского района. Зимняя спартакиада пенсионеров Искитимского района в этом году состоялась 28 января в Старом Искитиме. Участие в ней приняло 9 команд, представительниц муниципальных образований района. Спортсменам предстояло выявить сильнейших в пяти видах спорта – волейболе, лыжной эстафете, дартсе, шашках и стрельбе с пневматической винтовки. Борьба была напряжённой, каждая команда к соревнованиям подготовилась основательно. Ленёвские пенсионеры в рамках зимней спартакиады выступили более чем достойно. В волейбол играли Карахина Наталья Петровна, Гайфулин Борис Иванович, Асокина Ольга Ивановна и Чехли Леонид Николаевич. В итоге команда заняла третье место. Стрельба из пневматической винтовки. Гайфулин Борис Иванович занял третье место лично. Леднева Людмила Ефимовна второе место. И общекомандная у нас было третье место. Стреляло у нас пять человек. Зачёт был по четырём лучшим результатам. Шашки. Ну, у нас, конечно, шашки каждый год играют очень сильно. В этом году Рыбина Лидия Максимовна среди женщин была первой. Жиликов Валерий Николаевич был вторым на своей доске. И Рыбин Валентин Григорьевич занял первое место. В итоге у нас по шашкам первое место. Дартс. Участвовали Чехли Леонид Николаевич, Занял первое место. Жиликов Валерий Николаевич третье место. Рубцова Александровна второе место. В Дарце участвовало пять человек. Зачёт был по четырём. Общекомандная второе место. Лыжная эстафета. Ну, в лыжной эстафете нам нет равных как воровой, так и, в принципе, и в области. В этом году состав был такой. Чех Леонид Николаевич бежал на первом этапе, который очень сильно пробежал. Был вторым. На втором этапе побежала с мастер спорта Карахи Наталья Петровна. Она, конечно, сильнейшая женщина в области по лыжам и у нас в районе. Она достала первую участницу, обошла намного. И третьим у нас новичок команды был. Нагаев Анатолий Григорьевич. Очень потерпел хорошо. И в итоге мы заняли первое место. В общем зачёте команда Ленёва заняла первое место. Быстровское муниципальное образование – второе место. И Гусельниковское муниципальное образование – третье место. Став победителем соревнований, наши спортсмены отмечают возросший уровень подготовки и команд соперниц. Тяжело на некоторых этапах было обойти Быстровку и Гусельникова. А вот лидер прошлого года в этом оказался на четвёртом месте. Ленёвская сборная смогла подняться на решающую ступень со второго места в прошлом году до первого в этом. Так что воли к победе и спортивного азарта пожилым спортсменам не занимать. Сейчас будет формироваться команда из Китимского района, чтобы поучаствовать в зональных соревнованиях. Я думаю, что ленёвские спортсмены войдут в состав сборной из Китимского района, примут участие в зональных соревнованиях, а затем уже в финале Новосибирской области. Желаю всем успехов, здоровья, до новых встреч! На сегодня это вся информация о своих новостях. Сообщайте нам по телефону редакции 3-35-08. Смотрите нас на сайте Исток ТВ. Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова